Добрый вечер, друзья, еще раз. Я очень рад, что пришли хорошие вопросы. К сожалению, часть из них все-таки относится больше уже к следующему занятию, в рамках которого мы осветим их. Также к следующему занятию я прошу, поскольку мы будем работать с контентом, будем работать с материалами сайта, присылайте ваши сайты для рассмотрения, будем в рамках каких-то конкретных страничек проводить анализ, давать какие-то рекомендации. Обязательно к следующему занятию подготовим различного рода промо-коды, которые позволят вам с помощью сервисов как-то улучшить и ускорить, оптимизировать работу с данными сервисами. Ну и в общем-то, что касательно вопросов по структуре URL-адреса. Насколько критично, если вложенность будет главная, каталог, фотоаппарат и далее Canon 001. В хлебных крошках будет такое же, а вот URL будет формата магазин, слэш каталог, слэш Canon 001. Насколько это плохо и чем это грозит. В целом, это ничем не грозит, это позволит перелинковать разделы, ну и продвигать сам товар. Будет расположен по структуре сайта ближе к корню. То есть тем самым, в целом-то, чем ближе страничка находится по иерархии выше, тем это лучше для продвижения. То есть, в целом, это достаточно неплохой ход. То есть мы учитываем все моменты и нюансы, но при этом делаем, как бы, достаточно хорошую оптимизацию с точки зрения внутренней структуры. Добрый вечер. Есть интернет-магазин и хочется сделать блок с тематическими постами. Как лучше сделать блок? Либо в самом интернет-магазине, или на поддомене, или вообще отдельно создать сайт и оттуда уже писать разные тематические или околотематические статьи со ссылками на продукцию своего магазина. Какие плюсы и минусы при различном размещении. Ну, в формате, когда у нас идет сайт.ру.слэшблог, блок получает веса, ну, самого сайта. То есть, простановка ссылок на товар из блога, по сути, у нас будет являться внутренней перелинковкой. Если мы делаем блок.сайт.ру, по сути, у нас блок будет являться самостоятельным сайтом, то есть, по сути, можно с таким же успехом сделать название блок.ру. И так же, как отдельный сайт, ну, его необходимо будет там прорабатывать. То есть, необходимо будет оптимизировать, ну, добавить какие-то ссылки, чтобы иметь внешний вес, формировать какую-то ссылочную массу около как раз-таки блога. Возможно ли безболезненно для позиций сайта сменить движок? В целом, там, в комментариях вам ответили, что да. Главное — сохранить структуру, и, ну, от себя могу добавить, что достаточно важно настроить правильные редиректы. Есть еще один хороший вопрос. Клеится ли сайт, если настроить перенаправление со всех страниц одного сайта на главную страницу другого? Ну, да, робот склеит такие сайты, но не стоит использовать данный способ. Вместо него будет лучше настроить перенаправление на соответствующие странички. То есть, ну, это вот как продолжение данного вопроса. И пришел вопрос относительно предыдущего нашего занятия. Как правильно компоновать ключи под URL-адреса? То есть, каким образом распределять семантику по разделам? Ну, возвращаясь к предыдущему занятию, мы можем вспомнить, что у нас есть высокочастотные, высококонкурентные запросы. Скорее всего, их имеет смысл направлять на главную страничку сайта. Когда у нас есть странички разделов, мы помещаем на них среднечастотные запросы. Когда у нас есть страничка товара, мы помещаем на нее низкочастотные запросы. Ну, и далее у нас, допустим, есть ряд дополнительных страничек типа о сайте, для рекламы, там, контакты и так далее. Как я уже говорил, не стоит забывать про такие странички. Их можно также использовать с толком для того, чтобы расставлять правильно ключи. Ну, и вот, к слову, еще один вопрос касательно семантики. На прошлом уроке я говорил, что будет отдельный интенсив. Присылали название сайта. В общем-то, да, проведем, скорее всего, отдельный интенсив по семантическому ядру. Рассмотрим там более детально те сайты, которые придут. Присылайте их. Будем, в общем-то, рассматривать и изучать уже на каких-то конкретных кейсах того, что вы пришлете. Ну, и забегая немножко вперед, уже рассматривая работу со страничками и контентом, собственно, на следующем занятии мы рассмотрим тенденции алгоритмов поисковых, то, как они усиливают требования к оптимизации и продвижению, именно в разрезе текстового наполнения и вообще контента, то есть как стоит его правильно подавать. Рассмотрим более детально такой вопрос, как микроразметка, которая позволяет нам влиять на сниппеты, делать их более красивыми, более кликабельными, влиять на то, как поисковые роботы будут воспринимать информацию, полученную с сайта. Рассмотрим, как правильно составлять технические задания на тексты, чтобы они были и релевантны запросу, и имели достаточно большое количество вхождений ключевых слов, при этом так называемое понятие тошнода там не зашкаливало. Подготовим, скорее всего, техническое задание для копирайтера, то есть для следующего занятия обязательно присылайте какие-то подготовительные вопросы, на которые мы ответим в начале занятия, обязательно присылайте странички вашего сайта для того, чтобы мы рассмотрели их более детально именно в формате презентации. И до встречи в следующем среде! Продолжение следует...